Доброе утро, мы вас приветствуем и уже вот переоделись. Да, готовы к рубрике «Папа может». Судя по нашему облачению, папа может все что угодно. Приготовить. Ни для кого не секрет, что дети иной раз отказываются даже от своих любимых блюд. Было в детстве такое? Не вспоминай, было точно. Посмотрите на меня, такого никогда не было. Я сегодня предлагаю вам вариант, как можно разнообразить то, что ваши дети любят, безусловно. Так вот, у нас заготовлен сыр, вот посмотрите, пожалуйста, он уже натерт. И бутерброд мы сейчас будем готовить, но самое главное, необычный. Ингредиент – это пищевые красители. Прошу тебя добавлять в свою тарелочку буквально по несколько капель этого зелия. Хочется продемонстрировать вам. Вы не представляете, я вчера это экспериментировал. Сколько капель? Три хватит? Да, трех вполне хватит. Три маленькие красно-оранжевые капельки в сыр. Как дети меняются от слов «волшебный бутерброд». Сразу же берем и размешиваем. Я должна перемешивать. Да, конечно. Я для тебя приготовил три цвета, на самом деле можно сделать четыре. У тебя красный, желтый и синий. А если я добавлю в желтый еще какой-то, будет же другой цвет? Будет в желтый, если добавишь синий, то будет зеленый. Так вот, красный. Я чуть-чуть побольше. Один из моих друзей написал, что это флаг Армении получается такой. Почему бы и нет? Дальше. Что мы с тобой делаем? Давай покажем. У меня получался такой ярко-желтый цвет, синий, красный. Возьмите, пожалуйста, грудненько, чтобы все убедились, что наш сыр стал вот таким разноцветным. Это абсолютно не аллергично. Дальше, пожалуйста, выкладываем на наш хлеб ровными такими. А, ты мне предлагаешь. Хорошо. Я просто не понимаю, что ты хочешь на меня, поэтому... Давай пальчиками. Это можно делать пальчиками. Берем, выкладываем. Нам нужно три полосочки. Совершенно верно. Три полосочки. Да можно же пальчиками, они тем более... А, ну ты девочка, эстетика. Хорошо. Давай. Раз, два. Это похоже на крабовые палочки. Пускай. Обратите внимание, да, как ты сказала мне буквально сегодня утром, что очень похоже на пластилин. Нет, это не пластилин, это сыр. Закрываем. Закрываем. Отправляем в микроволновку. Сейчас ее у нас нет. Вы также можете... Брям, да. Вы также можете хлебушек обжарить и отправить в микроволновку. Но самое главное, что получается в конце. И я для тебя, Ксюш, специально приготовил... Вот эти эксперименты, которые он ставит обычно с ведущими. Ты что, предлагаешь мне это попробовать? Я предлагаю в первую очередь сделать вот так вот. Подожди. В первую очередь сделать вот так вот. Понимаешь, да? И сыр вот этот вот разноцветный. Давай пробовать. Сыр? Не пластилин? Нет, плавленый сыр, но цвет интересный получился. Я думаю, что вашим детям точно понравится. Но, по крайней мере, завтрак это точно может разнообразить. Тянется, тянется, тянется. Тянется, тянется. А еще и рот у тебя теперь синий будет. И у меня тоже. Не тянется. Друзья, мы попытались вас научить, как накормить ваших детей, которые не очень любят почему-то есть или от завтрака отказываются, и теперь у вас есть новый рецепт. Естественно, напомню, что папа может покарать, но сделать можете только вы.